Вчера вечером Курьер доставил мне спонсора этого выпуска. Как вы думаете, что в этом пакете? Обратите внимание на габариты. Но в собранном виде он вас приятно удивит. Вскрываем. А внутри у нас товар, который придется по душе каждому автомобилисту, потому что это автомобильный саквояж. Инструкция по сборке, вот она, простая, собирается за одну минуту. Сим салаби, махалай махалай. Это отличный автоаксессуар для тех, кто любит и ценит чистоту и порядок внутри вашего автомобиля. У некоторых откроешь багажник, там он полон хлама. Вот эта вещь создана для того, чтобы все это убрать именно сюда. Объем позволяет. У меня такой саквояж есть, и я им действительно пользуюсь. Эта версия доработана. Здесь появились специальные крепления для того, чтобы конструкция была еще прочнее и надежнее. У парней собственное производство площадью в 150 квадратных метров. У них идет индивидуальный пошив под любого клиента, а также индивидуальный дизайн, где более 700 расцветок саквояжей. Контроль качества каждого изделия. Даже есть возможность запросить фото на любом этапе изготовления и отправки. Гарантия на весь товар один год. Бесплатная замена логотипа на любом этапе владения. Если вы купили другой автомобиль, вам бесплатно заменят логотип. Мощность производства 200 саквояжей в сутки. С момента заказа до отправки проходят одни сутки. Раунд! Если вдруг вам что-то не понравится, возвращают деньги без объяснения причины в течение 14 дней. Самая низкая цена на саквояжи, самая низкая цена на доставку среди конкурентов. Используют самые топовые материалы, которые есть на российском рынке. Оплата происходит при получении. Прежде чем забрать продукт, вы можете залезть в пакет и посмотреть, то ли вам пришло. Друзья, ну сколько можно перечислять плюсы? Минус только один. У тебя еще нет такого. Переходи по ссылке в описании и заказывай себе этот крутейший автоаксессуар. Автобекс ждет тебя по ссылке в описании. Знаете, бывают такие машины, которые мы берем на тест, и еще не взяв автомобиль, я уже понимаю то, что там будет комфортно, там будет интересно, там будет многофункциональный автомобиль, но дорогой. Так, например, было с Audi Q7. Бывают такие автомобили, которые мы еще не взяли на тест, но я понимаю, там будет скучно, там будет неинтересно, там будет дешево. Так было с Datsun Mi-Do. Буквально несколько дней назад в инстаграм нашего канала мне пишет человек, Диман, привет, есть пятерочка, можно ее заснять. Я думаю, ну пятерка и пятерка, уж сколько мы их переснимали. Тут же он мне присылает видео и пишет, вот на днях Lamborghini ходом обогнал. Я думаю, что ведь у меня-то в голове пятерка, это 520, ну либо космолет 530. И тут он говорит, не, слушай, у меня М5. Блин, да хуй ты, ну хуй ты, ну хуй ты. О, хуй ты. Да ну нахер, она даже на 150 чипует, ты представляешь? Да ну нахер, пацаны, да ну нахер, ты че, плетюб. Ты почувствовал? И вы верно подметите То, что стоит на заднем фоне у меня Это петух двухлитровый А есть настоящая BMW Есть BMW для мужиков, парни Сегодня у нас BMW в кузове F10 Это M5 Stage 2 Эта тачка просто вырывается из-под земли Это просто сатана в живом обличье Я никогда в жизни на подобном автомобиле по мощности не катался Она на заднем приводе Фух, когда я узнал, что мы на ней прокатимся Ладошки у меня взмокли прям очень сильно И даже сейчас, понимая, что у меня будет возможность на ней маленечко разогнаться Я дико переживаю Этот автомобиль 2013 года Он уже идет с рядом доработок Вы видите то, что у него стоит карбоновый капот Карбоновый багажник У него 20 колеса нештатно идут Что отличает в основном вот эту M5 от обычной 520 Ведь если взять его в полностью синем цвете Далеко не каждый человек еще сходу заметит какие-то различия А началась история этих зажигалок вот с этого старичка Выпущенного в 1980 году в кузове Е12 Это M535i Она имела объем мотора 3,5 литра Это был атмосферный мотор Выдавал он 218 лошадиных сил И работал в паре с механической коробкой передач Разгонялась эта пушка тогда за 7,6 секунд Именно с нее, собственно, и можно сказать Начались вот эти версии M5 Напомню, что в те годы, вот в 80-е Обычная гражданская версия с двухлитровым мотором Разгонялась до первой сотни примерно за 12,5 секунд Вы все знаете, что такое M5 Вы все знаете, что это спортивная, мощная машина Но вот проходя рядом с ней Вот так вот под определенными ракурсами Об этом говорит только то, когда ты видишь какие-то детали Когда ты понимаешь то, что ага Глядя на заднюю часть автомобиля Там раздвоенный выхлоп Ты понимаешь то, что что-то здесь не так Смотришь на колеса здоровые тормозные диски Что-то здесь не так Присаживаясь в салон Почувствовать это можно сразу Но как? По селектору переключения передач Глядя на него, ты смотришь какой-то маленький такой рычажочек Вокруг него куча настроек Это, собственно, основное, что выдает этот автомобиль Конечно, автомобиль гораздо богаче Здесь стоят совсем другие сидения с ломающимися спинками Здесь куча настроек Можно полностью автомобиль настраивать под себя Настроить под себя подвеску, рулевое управление Отклик на педаль газа Все регулируется Для того, чтобы ты это понял Все, что нужно, автомобиль завести Друзья, вот этот бас его не передать через микрофон Мы запускаем мотор Люди, которые стоят сейчас за кадром Все такие, что там Воу Воу Вот взрослые мужики скажут Ну вы как дети, какой-то ерундой там занимаетесь Какие-то вставочки вам карбоновые Да еще и по бешеным деньгам Парни, вот эта новая тачка В 2013 году стоила, ну я думаю, это, наверное, 4,5-5 миллионов рублей По тем ценам Сегодня новая BMW M5 Competition есть И я не ошибаюсь Стоит там порядка 8-10 миллионов Возможно, даже дороже Я за ценами уже не слежу Потому что они улетают куда-то в космос на ракете Факт в том, что это отдельная история Ух, как охота на ней прокатиться Слушай, мы с тобой В натуре дети Вот мы просто с тобой Никакого отношения к серьезным машинам не имеем Вот первый раз нам удалось Прокатиться на нормальной тачке Просто в шоке Что я, что оператор Напоминаю, сейчас оператор мой друг Ранее была жена Насить дома с ребенком А мы А ну ты че Вообще, аж люди все обращают внимание Ну, конечно, это, знаешь Это, пацаны Это, блин Эмоции Эмоции На год вперед А ну ты че О, успели Ну, зеленый Все как положено А резиночка прогрелась Видишь, уже так хорошо Уже зацепчик пошел Я уверен После кадров с тест-драйвом этого автомобиля Будут те, кто напишут Да вы идиоты Зачем так ездить Вы находитесь в городе Друзья А я хочу вам внести ясность Мы передвигались Крайне аккуратно И внимательно Эта машина Так же легко разгоняется И так же легко тормозит Это спортивная машина На этом автомобиле Просто нужно уметь ездить Мне дали возможность На прямых участках прокатиться Никому мы не помешали Ни разу нам никто Не моргал Не сигналил Все было предельно аккуратно Мы совсем немножко Превысили скорость Спидометр на этом автомобиле Работает некорректно Здесь самое страшное И самое мощное Я бы сказал Сатана Скрывается под капотом Имя ему В-образная восьмерка Объемом 4,4 литра В стоке он выдает 560 лошадиных сил 680 крутящего момента Он работает С роботизированной Коробкой передачи Семиступенчатой Разгон заявленный Паспорт изначально 4,3 секунды Соответственно На автомобиле Установлен стэч 2 И он по идее По мощности Уже приближается К 700 силам Точные цифры Мы сегодня назовем Потому что автомобиль Нужно мерить И соответственно Крутящий момент Здесь приближается Тоже порядка Тысячи крутящего момента Разгон до первой сотни Хрен знает какой Почему? Ну он однозначно Должен выехать Из 4 секунд Дай только одно Возможность зацепиться С 0 Для интереса Просто для интереса Раз Два Три Да ты Да ну нах Да Самый прикол Потому что Она сначала Срывается уверенно На 60 Она такая Раз Чуть-чуть бачком Блин, друзья Это Фух Непередаваемое ощущение Колеса стоят 20-е Сзади 295 Спереди 265 По профилю По высоте 35 Какой разговор Здесь Ох ты Лех твою Вот так вот Все полетело Как в игре Никто спит Да ну нахер Она даже на 150 Шлифует Ты представляешь Да ну нахер Пацаны Да ну нахер Ты че Прикинь Ты почувствовал Да ну нахер Мы сколько разогнались Я пойму Пойму то что Артем Другие ребята У кого есть такие машины Сейчас такие Сядь 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 Такие Да ты че ты Как девка Дай нормально Разгонись Парни Это другая история У меня Обычно Штатные машины Всегда были Многие люди Сейчас не поймут Вот этих эмоций Нужно присесть В машину И дать возможность Самому прокатиться За рулем Но даже первые Такие прикосновения Прикольно Вопрос Нафига такая машина Нужна в городе Да для чего Когда ограничение 60 километров 80 на МКАДе В лучшем случае 100 Где-то там за городом Можно разогнаться Максимум 110 Ну хорошо Вы немножко нарушите 130 Здесь же ты газку дашь Она у тебя просто Улетает в никуда Ну как на ней ездить Как Мы сейчас пообщаемся С владельцем Вы его знаете Вы в принципе Уже с ним знакомы Ранее мы снимали его автомобиль И послушаем Что он расскажет про машину Зачем ему Такой аппарат В городе Капот сам по себе Карбоновый Легкий Вот казалось Да капот и капот Раз мы снимали Их 6 Там капот стоил 600 тысяч в оригинале Сколько это стоит Тут тоже вопрос Ну до этого Мы до всего С вами дойдем Темыч Привет Привет Темычу 27 лет У Темыча М5 У него до этого Был мерседес C63 С Год назад Мы его с тобой снимали Зажигалочка полная Ты его продал И купил себе М5 Да За сколько ты забрал Автомобиль Ну образно Он в 3 миллиона Мне обошелся Ты его купил В каком году В прошлом году В 2019 С каким пробегом 50 Насколько нам известно Из твоих уст Что автомобиль Гонялся Автомобиль Есть повреждения У автомобиля Есть вложение В мотор Можешь рассказать Эти цифры Что почем Вложение есть Последний чек Из сервиса Там 560 тысяч Это не считая Самого мотора Коробки Получается здесь Контрактный двигатель Поменена коробка Новый маховик И Вот это все Обошлось 560 тысяч Ну плюс Сам мотор Коробка Это уже отдельная цена Грубо говоря А отдельная цена Это сколько Я сейчас Честно Я даже не знаю С этой цены Это первый владелец Сделал Да Соответственно Предыдущие Владельцы Здесь много Но из-за номеров Там Короче ПТС Дублика Это стандартная История Друзья Для BMW М5 Расход топлива Какой здесь Ну Я не знаю Она пишет 20 Но это вообще Не совпадает С действительностью Потому что Если где-то Нажать газ Там где-то Постоять в пробке Это Мне кажется Это под 40 На самом деле Литров Уходят расходы У тебя еще Поджирает мотор Масло Да Это вопрос времени Потому что Впереди ремонт Очередной Это просто машина Она в принципе Сейчас еще В процессе восстановления И есть Один нюанс Который нужно Доделать И собственно По мотору По коробке Это будет Вообще Мне кажется Самый идеальный Автомобиль в мире В этом кузове Само собой Когда я сделал Публикацию В инстаграм Канала Что мы будем Снимать ее Многие накинулись Ну Относительно Многие Мол первое Штрафы На этих машинах Постоянно Люди гоняют Конечно Штрафы есть Куда без них Получается Что случайно Где-то ловлю Но Я их Стараюсь Все вовремя Оплачивать Ну можешь Если это не тайно Примерно сказать За год Какая сумма штрафов Набегает Примерно хотя бы За год Не могу сказать С мая месяца Вот по сегодняшний момент Общая сумма штрафов Ну за 150 Точно перевалила Опачки Друзья И вот здесь Вот можно накинуть Человек сказать Гонщик Гонщик На самом деле Общаясь с Артемом Парни Реально Здесь вот Везде знаки 40-60 Плюс 20 км Все Ты уже нарушил А на ней Ну вы сами понимаете Вот просто на таких мелочевках По 500 По 250 Это весь день Ты будешь собирать Ух представляю Как людей Как людей Некоторых машина Злит в потоке Ты едешь Номерок 041 Хам 95 Заряженная М5 Бум Темыч Знаю то Что люди говорят Это машина Известная То что есть Какие-то копии Две машины Одинаковые Расскажи пожалуйста В одно время Да Очень неплохо Это конкретно Один в один Есть машина Которая очень Нашумела в интернете Про нее много Снимали Она была там Во влогах У моего друга Ислам его зовут Многие его знают Вот Это была копия Один в один Машина Единственное Что разница Там Ну вообще Незначительные Там 21 диски Стояли грубо говоря И черные они По моему были А так это Копия И брал я ее Совершенно другого человека Ты когда пересел сюда После мерседеса Можешь сказать Вот для тебя Кардинальное отличие Все таки люди часто спорят Вот мерседес лучше Тем более у тебя Не какой-то штатный Был У тебя действительно Заряженная Спортивная версия Можно было бы купить Ауди Какую-нибудь Заряженную версию Ты выбрал бмв Почему Ну Меня так скажем Один человек Подвел Под выбор бмв Ну И в принципе Я доволен Остался машиной А как Как вы помните Все Здесь уже Ничего не скрипит Да У него В мерседесе В мерседесе Дорогая версия Там постоянно Все скрипело Хотя смотри Здесь отмечают Многие Бмв Что салон Такой аскетичный Скудный Не такой богатый Как в мерседе В ауди На твой взгляд Как Машина 13 года Вообще На самом деле Меня в принципе Салон устраивает Как бы Но я и не за салоном Здесь В этой машине Вот То есть Я особо Даже внимания Не обращаю По большому счету Исключительно Мотор Да Я знал Что здесь Можно будет Сделать Тюнинг И она будет Достаточно Быстрой Для меня Как бы В принципе Машина Это Это не Транспортное Средство Это кайф Вот С чем Для меня Какая ассоциация Это автомобили Поэтому Я никогда Там не искал Себе Что-то попроще Там Подешевле Я об этом Не задумывался Ну хорошо С точки зрения Там Как автомобиль Ведет себя На дороге Ты уже Достаточное Количество Времени Поедел Это машина Это машина Комфортнее Чем цешка Цешка Была Прям совсем Дубовая Там еще Были ковши То есть После нее Выходил Спина Чуть ли не болела Это реально Как бы Удобный Такой Седанчик Можно так сказать А вопрос Такой Передвигаться По городу В спокойном Режиме На ней Возможно Вообще По пробкам Потолкаться Теоретически Да Выхлоп У тебя здесь Постоянно Ты запускаешь Автомобиль Вот он басит Не надоедает Это Голова Потом Не болит Да нет Как-то Не обращаю Внимаю Я привык Просто Не знаю А ты много Вообще Ездишь На машине Из дома До работы Нет Езжу Особо Немного То есть Не знаю Сколько Ну 6000 Я с мая Ездил Ну это Как вот Много Немного Считается Не знаю Вопрос Не напрягает Тебя По расходу Ну смотри В первую очередь Ты купил Тачку Это нужно Вкладываться Такие цифры Уже Огромные Называешь Впереди Еще Какие Ремонты Доработки При этом Подчеркиваю 13 года Машина При том Что у тебя Там было 3 миллиона Рублей Так еще Даже Можешь сказать Больше Ты мог Подороже Машину Купить Ты мог Купить Что-то Новое Например 530 Дизель Сделать На нем Чип У тебя Машина Ехала Ну 4.8 Хорошо Примерно 4.8 Это Трехлитровый Дизель Надежная Машина Ты с ним Бед бы Не знал По интерьеру Плюс-минус Было бы Все то же самое Ну за исключением Вот этой части Ну нету Такого кайфа Драйва Ну вот В обычных Таких вот Машинах Не знаю Вот для меня Это самое главное Это именно Кайф получать От тачки Ну вот смотри Давай Просто сейчас Живая ситуация Вот мы едем Сколько Мы едем 60 Газ Пол Ох ты Блин Ох Я вам честное слово Скажу Вот мне просто Не стыдно Всегда там Что-то Говорит Я боюсь Я просто Аж охереваю У меня аж руки Взмокли Ты посмотри Просто У меня даже Руки трясутся Парни Задний привод Ты чувствуешь Как он работает Мы разгоняемся Тачку Местами даже Чуть подсносит И тут же срабатывает Курсовая устойчивость Но что мне всегда нравилось В BMW Как работает Система помощи То что ты это сильно Не ощущаешь Я вижу что она работает А вижу что Чуть жопа вроде бы ушла Но потом раз И мы опять нормально едем Конечно Задний привод Это не шутки Я не представляю Как некоторые Носятся в режиме М2 Когда вообще все отключено Но естественно Это можно дать газу так Что у тебя жопа заносит Ты летишь с дымом Это Можно поаплодировать Стоя таким парням Кто умеет Кто чувствует автомобили Кто Это действительно Это высший пилотаж Высший пилотаж В моем случае Штатная езда Есть опыт Больше 400 тысяч км Я проехал на автомобилях За последние 10 лет Но это Это спортивная тачка Здесь говорить нечего Вот здесь один смитый пот От моих рук Вот за такими возможностями На этой машине Ты будешь гнаться Когда прямая Ёпта 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 Да ну ты че Да ты брось Друзья Это просто шок Шок для меня сегодня Вот это Блин Купил бы я себе такую тачку Я честно говоря Мне кажется Я бы обосрался Быстрее ее покупать Вот 530D Попроще С полным приводом Для меня Но вот это Блин Конечно Это уже чисто машина Для серьезных ребят У кого огромный Бешеный опыт По управлению Вот такими Мощными машинами И вот что удивляет Некоторым мало Вот 560 сил в стойке Уже здесь стоит Прошивка дополнительная Ну стэч 2 сделала То есть и так Машина еще быстрее едет Так со временем Может стать Мало нужно Еще сделать Чтоб еще быстрее ехала Вот эти новые М5 компетишн Люди покупают Ну полно Что сейчас вообще Блогеры Но покупали тачки У всех эти М5 компетишн И еще все дела Дополнительно стоят Чтоб еще быстрее поехала Куда парни Вообще куда Это блин Я не знаю Как на такой машине ездить Конечно Я понимаю Привыкаешь к мощности Я когда за 530 дизель По сравнению с этой На пукалку Блин эту сел Поначалу Типа нифига Как тянет Через 2 дня Уже мало Думаю Блин Вот чип бы я по любому Сделал Чтоб еще быстрее поехал Ой нам туда А вот понимаете Вот здесь Сейчас и кроется Вся вот эта суть А хочется А не можется Почему Человек адекватный Понимает А куда ты сейчас прыгнешь Здесь повсюду Здесь только разгонись Там уже тормози Здесь нажми И это суббота Друзья В будние дни Мы сейчас по центру Москвы Передвигаемся И здесь все будет стоять Глушняком Утром на въезд Вечером на выезд Соответственно На работу ты едешь Стоишь С работы ты едешь Стоишь Вариант один Кататься только ночью Либо как вот ребята делают Выезжают на полигоны На специально отведенные трассы И там собственно Наслаждаются Правильно? Да? По другому никак Хочется сделать Вот так вот Фух Сегодня я просто Реально Понял Что такое Настоящий зверь Вот казалось бы М5 Ну знаете Вот вернусь К началу разговора То что визуально Профи Фанаты Владельцы Отличат Сразу скажут Ага Вот это настоящая машина Вот эта мощь Попрокатившись на ней Я вам серьезно говорю Таких эмоций Я ранее еще Не испытывал никогда Вот что значит Настоящая дурь Вот что значит Ну настоящая БМВ Настоящая немецкая сборка Как машина стоит На дороге Как она едет Особенно в процессе Когда мы прогрели резину Ребята Это словами просто не передать В качестве благодарности Мы оставляем все полезные ссылочки На сайты На инстаграм Людей Кто имеет отношение К этому автомобилю На владельца текущего Этого автомобиля Чем он занимается Чем он зарабатывает денежки Тоже оставим ссылочку У него есть своя Небольшая типография Где он оказывает Услуги печати По Москве Если вдруг Вам что-то нужно Пожалуйста Перебегайте Заказывайте у человека Я сегодня был Просто в шоке Поэтому Сказать больше нечего Друзья Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ставьте дизлайки Пишите ваши комментарии До новых встреч Всем Пока-пока Ну это знаешь На любителей скорости И экстрима Действительно Ну а как еще По-другому назвать Улетела Айферит просто Айферит просто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok